Привет, мои дорогие любители сладеньких УМК-шечек! Меня зовут Денис, и на этом канале я снимаю короткие обзоры на УМК по английскому. Давно обратил внимание на подростковый кембриджский курс Eyes Open. И для меня оставалась загадкой, почему данный УМК пользуется такой известностью? Что скрывается за незрачной обложкой? Какую могучую методическую силу таит в себе четырехтомник? Об этом нам сегодня предстоит узнать. Ну а вы зовите всех своих коллег и располагайтесь поудобнее. Кресли, диване, стуле, ну или где там получится. Ну а мы начинаем. Eyes Open – это курс для младших подростков, который призван за 4 года при нагрузке в 90-110 часов в год раскачать их от уровня A1 до B1+. Брать его можно от 10-11 лет. Учебник был издан в последние десятилетия, поэтому проблем со всеми фишками вроде клил, критическим мышлением тут нет. Обращу внимание на Титчерсбук. Из важного. Тут выделяют необходимость использования видеоматериалов, которыми данный курс буквально пропитан. Идея с видеонаполнениями до того понравилась издательству, что все современные курсы буквально изобилуют ими. И это прекрасно. Подрастающее поколение черпает информацию из видеоконтента. И это для них самый доступный и привычный источник. Поэтому и стараются использовать самые подходящие инструменты. Из занимательного отмечу, что предоставлены ссылки на сайты, откуда можно черпать изображения для ваших уроков. Авторы подчеркивают, что важно использовать изображения на уроках. Это помогает детям не только погрузиться в контент, но и тренировать критическое мышление. Даны развернутые рекомендации по тому, как работать с разными видами контента и проработке основных навыков. Даются методические советы о том, как работать в разных видах групп. Люблю, когда в Титчерсбуках присутствует секция с активностями. И тут она в наличии. Но это не просто набор для отработки контента. Тут меня приятно удивили. Предоставили набор активности для закрепления материала. Ничего необычного нет, но я думаю, вам знакома ситуация, что бывает голова не очень креативно мыслит, а тут готовое решение. Но и про игры не забыли. Мне определенно понравился тот момент, что указали среднее время проведения игры. Это поможет контролировать время и понимать, в какой момент урока ее можно поставить. Далее у нас течем планы. И часть из них мы рассмотрим вместе с юнитом из Титчерсбука. Для примера возьмем случайный юнит из единички. И пройдемся по нему. Попались нам животные. Страница стартует с привычного формата в виде изображения и его проработки. Первое, что мне понравилось, это поставленные вопросы. В разделе Be Curious задачи дают не из разряда, какого цвета мишка, а если у него носик и так далее. Тут вопросы похожи на то, чтобы спровоцировать дискуссию и проверить эрудицию. Также страница содержит цели на юнит и темы, которые мы будем обсуждать. Информация из Титчерсбука по данному юниту не слишком полезная. Скорее просто занимает место в книге. По факту просто просит. Спросите то, что написано в книге. Ребят, если вы работаете по OMNED и вам кажется, что вы такое уже видели, ваша чуйка вас не подводит. Да, этот учебник очень сильно похож на современный OMNED. Мне кажется, они изначально планировали просто сделать второе издание, но увидели, что тут слишком много нового. В итоге переименовали линейку целиком. А так да, вы правы. OMNED это Eyes Open Second Edition. Далее у нас идет введение новой лексики. И как вы можете заметить, вводится это весьма специфичным способом. Сама идея мне определенно нравится и прослеживается она сквозь учебник. Здесь вы не встретите подачи новых слов. Придется маленько пошевелить головой, чтобы разгадать местные лебусы. Да и в целом, слова, которые вводятся, я уверен, для студентов не совсем новые, но повторить их, представленном в формате, будет весьма интересно. Здесь же не забываем про классическую категоризацию слов по признаку. Данные упражнения крайне полезны по ряду причин. Во-первых, это помогает запомнить слова, а во-вторых, задачи на обобщить или отсеять, это очередная тренировка этического мышления. Из приятного. Хочется отметить блок Get Right. В нем можно увидеть различные советы. Ну и далее задание для вывода в речи. Что касается объема упражнений, для подростков тут не пусто. Поэтому необходимо обратиться к хитчсбуку. Здесь уже объем посолиднее, чем к скудной прошлой странице. Предлагается вормап, в котором собираются остаточные знания. Рекомендации к первому упражнению несколько очевидны. Но здорово, что есть пункт для Fast Finishes. Это позволит особо сильным детям не спать на уроках, а переносить свои усилия на иные упражнения. Ко второму пустовато. Прекрасно, что предлагается объяснение к блоку Get It Right. Еще хочется подчеркнуть, что предлагаются конкретные игры. И указана страничка, где ее можно найти. И не забыли указать, что дать как домашнюю работу. В целом план не то чтобы супер, но вполне себе сносно. Порадовало наличие ссылок на сайт, где можно делать флеш-карточки. В том числе там же и готовые сеты. После идет урок чтения. В данном случае предоставлен квиз и подан он с интересной стороны. В предисловии дается информация, что животные не совершают действий без причины. Наша задача угадать, почему зверушки с картинок выполняют определенные действия. Также предоставлены улики, которые помогут выбрать правильные варианты ответа, если считанная информация будет верно понята. Из минусов хочется отметить, что задания предоставлено не очень много, учитывая небольшой объем чтения. Про Teach's Book я уже могу сделать небольшое заключение. Тут вы не найдете интересных советов по проведению упражнений, но местами встречаются хорошие советы для студентов. Также предлагаются дополнительные активности и игры, что безусловно хорошо. После чтения мы следуем в грамматику. Подается она в табличках. Для ее закрепления можно пользоваться страничкой Primer Reference, на которой представлена детализированная таблица с большим количеством примеров. На самой же странице упражнений не так много, и, судя по месту в учебнику, выполнять их необходимо в узко или в тетрадке. Также здесь представлен первый видеоматериал вместе с вопросами к нему. Следом у нас идет секция соудирования. Сперва мы строим бэкграунд, вводим в контекст будущего аудио, ну и по традиции прорабатываем услышанный материал. Здесь же нам подсыпают релевантные лексики, и через упражнения помогают ее понять. Затем нас ожидает второй блок грамматики. Как и прежде, упражнения не сильно отличаются, и они более-менее классические. Выберите правильную форму, раскрой скобки и так далее. Следующий урок построен вокруг видео. Мы его обсуждаем с разных сторон, выполняем ряд упражнений с прицелом на крит мышления. Видеоконтент, разумеется, не обходится без новой лексики, которую мы не забываем выделить. Затем переносимся в чтение. Как я говорил выше, все тут с уклоном в поту. Сам текст не сказать, что вау, должен ли он удивить кого или вызвать особые эмоции, скорее не о чем да. На мой взгляд, топики необходимо подбирать такие, чтобы читатели хотели за них вцепиться. Из плюсов отмечу, что вскользь дают небольшие грамматические кусочки, что помогают подхватывать несложные грамматические особенности на лету. После мы направляемся в спикер. Данный вид уроков, на мой взгляд, в учебниках не очень хорошо раскрыт. Его странно, на мой взгляд, подают и на уроках говорения не дают достаточного материала для обсуждения. А из Open же зашли с правильной стороны и добавили сюда целое видео на обсуждение. Предоставили ключевую конструкцию и в путь. На своих уроках я поступаю похожим образом. Если учебник не содержит на спикинг видеоматериал или в наличии только одна тема для обсуждения и не подан контекст для нее, я обычно ищу какой-нибудь видеоматериал для этого или статью. Здесь же за меня уже побеспокоились, что приятно. Ну и наконец, финальный босс – письмо. Дается оно на опоре. Предлагаются речевые паттерны, учат детей составлять план на свое письмо, ну и как следствие пишем свое сочнение. Каких-то изощрений или особых новых фичек замечено не было. Что касается вурбука, то тут все в порядке. Mixed Ability выражается в звездочках заданий. Чем больше звездочек, тем сложнее задание. Это поможет корректно подобрать задание под ребенка и правильно оценить его. Упражнения, направленные на повторение материала из урока, ничего лишнего и неожиданного сюда не поместили. Presentation Plus к нему тоже есть. Но он уже настолько уставший, что показывать его даже как-то стыдно. По итогу, Eyes Open – это достойный курс для младших подростков, который направлен на думающую молодежь. Задания разнообразные и интересные. Единственное, тексты, которые выбирают для чтения, не очень интересны и увлекательны. Но зато присутствует достойная обработка. Сам я настоятельно рекомендую любителям серии присмотреться к Omnet. Вы получите то же самое, только нечто более актуальное и насыщенное. А на этом все. Почти все. Не забываем поставить сердечко, стукнуть в колокол, рассказать со своим друзьям, соседям, детям, котам о выходе выпуска. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok